Правый фронт. Европейские популисты собрались на встречу в Праге. Провели там конгресс крайней правой фракции Европарламента Европа, Наций и Свобод. Кто приехал и к чему призывали, подробнее расскажет Татьяна Лагунова. Правые популисты за распад Европейского Союза. Говорят, ЕС угрожает не только национальным интересам стран, которые в него входят, но и самому их существованию. Это общая оппозиция представителей крайне правых партий Европы. В эти выходные они провели съезд в Праге. Заседали всю субботу. Итоги поручили озвучить самым узнаваемым лидерам Марин Лепен от Франции, Герту Вильдерсу от Нидерландов и Томио Акамури от Чехии. Посылы традиционные. ЕС нужно разрушить. Прием беженцев остановить. В своей стране каждый должен делать то, что привык. Все должны вести себя по-европейски. Или уезжайте. Хочу напомнить, что среди нас нет ксенофобов. Мы в оппозиции к ЕС, так как считаем его катастрофической организацией. Масштабы миграции уже невыносимы. Наши культуры исчезают. Мы за разнообразие. Мне нравится, если чехи – это чехи, французы – это французы, а итальянцы – это итальянцы. Место проведения съезда правые популисты выбрали не случайно. Чехия – одна из тех стран ЕС, которые категорически отвергают идею квот на прием беженцев. Но, тем не менее, без акций протеста не обошлось. Сотни жителей Праги вышли на мирную демонстрацию под лозунгом «Национализм – не решение». Проблема – это политики, которые разжигают ненависть в обществе, ненависть против социальных групп, ромов, мусульман, евреев. Пока правые популисты в Праге призывали к развалу Объединенной Европы, лидеры ЕС в Брюсселе подводили итоги своего саммита. Договорились и дальше работать над реализацией миграционных квот, а также усилить сотрудничество в сфере обороны, то есть запустить оборонный проект Песка. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности – Европейское. Бюро телеканала «Интер». Продолжение следует...